Практически каждый житель Верхней Волжи хотя бы раз сталкивался с предупреждением о действиях мошенников, которые, используя социальные сети, выпрашивают деньги у доверчивых граждан. Аферисты действуют разными способами. Самые распространенные – взломать страницу и отправить от лица ее владельца сообщение с просьбой перечислить деньги. С этим столкнулись и волонтеры поисково-спасательного отряда «Сова». Впрочем, о помощи. Один из наших соотрядников попал в связь с ДТП. Ему требуется материальная помощь. Вот такое сообщение в пятницу было опубликовано в официальной группе ВКонтакте – поисково-спасательного отряда «Сова». При этом сами владельцы страницы никакого отношения к нему не имели. Профиль взломали мошенники, причем план был довольно продуманный. Была взломана страничка ВКонтакте, личная моя. Я являюсь владельцем группы ВПСО «Сова». И взломав мою страницу, в группе решили прав администрации всех наших ребят и выложили пост содержания о том, что якобы наш волонтер попал в ДТП и нуждается в помощи денежных средств с привязкой к номеру карты. Сами волонтеры сработали оперативно. Через 10 минут после первой публикации они уже смогли вернуть себе право владения и удалили фейковую новость. Но несмотря на быстроту реакции, несколько добросердечных граждан все-таки успели перевести деньги на карту злоумышленников. Люди начали переводить деньги, потому что верят нам. И на данный момент написано заявление по факту мошенничества. Волонтеры еще раз подчеркивают, что подобного рода сообщения они никогда не выкладывают. А если есть призывы о добровольном пожертвовании денег, то к ним всегда прилагаются чеки с отчетом. Если вы увидели сообщение о сборе финансовой помощи в группе «Совы», но не уверены в его подлинности, позвоните координаторам группы и уточните, идет ли сбор. Один телефонный звонок поможет вам не стать жертвой мошенников.